Год за годом Хакасию накрыли сразу два стихийных бедствия. В апреле 2015-го огненный шквал в считанные часы уничтожил почти полторы тысячи домов, пострадало больше шести тысяч человек, 32 погибли. В 2014-м сильнейший паводок принес подтопление в шесть муниципалитетов республики. Избежать масштабного наводнения помогли защитные дамбы вдоль рек, которые еле выстояли перед натиском воды. Были предприняты серьезные усилия для минимизации последствий. Очень, на мой взгляд, республика достаточно грамотно отработала вместе с региональным центром, с федеральным МЧС по получению соответствующих выплат граждан. Напоминание печальных событий – это стимул не допустить их повтора в будущем. Тем более, что до старта пожароопасного и паводково сезонов остаются считанные недели. Интенсивное таяние снега в степи и вскрытие рек специалисты прогнозируют на 5-10 апреля. Это на неделю раньше средних многолетних значений. В случае ЧАЭС в зоне затопления могут оказаться больше 200 жилых домов. Второй период – это активное снега таяние в горно-таёжных районах. Вторая декада – мая, вторая декада – июльная. На этом этапе основная угроза от высокой водности в реках за счет активного снега таяния в горах. Всего в зону подтопления по наихудшему сценарию могут попасть свыше 900 домов, в которых проживает свыше 4000 человек. Сегодня мониторят обстановку на водоёмах 34 гидропоста и 14 метеостанций. Регулярно совершаются авиаоблёты заснеженных территорий. Следующий облёт у нас прогнозируется на 17 марта. В предгорной части Абакана снегозапасы составляют 115-205% от нормы, а в горной части 95-115%. В профилактических целях в случае необходимости специалисты МЧС готовы провести взрывные работы на реках. В свою очередь сотрудники Минтранса и Управление инженерных защит держат на контроле и дороги, и дамбы. Все гидротехнические сооружения, а их в республике 132, приведены в порядок. В этом году ремонт ждёт только три объекта. Владимир Крафт дал поручение всем министерствам и ведомствам в вопросах предупреждения ЧС действовать сообща. Особое внимание уделять работе с населением. Планируем 15 и 25 марта провести проверку системы оповещения, существующей региональной автоматизированной системы оповещения населения. Те системы оповещения, которые муниципалитеты создают самостоятельно, это с помощью СГУ, подворовых обходов и любые иные, в том числе СМС-сообщения. Что касается пожаров, лесных и степных, то в случае ЧС борьбу с огнём спасатели и лесники намерены вестись с земли и с воздуха. Использовать планируется и имеющийся собственный арсенал авиатехники, и наёмный. Леса и сёла ещё осенью отделили от степей минерализованными полосами, их общая протяжённость более 5000 километров. Провели профилактические отжиги травы. В МЧС добавили, не допустить повтора прошлогоднего ЧП в силах и самим жителям республики. Важно соблюдать правила пожароопасного сезона. Контролировать работу Республиканской комиссии по ЧС, а также проверять готовность муниципалитетам к возможным природным катаклизмам, несколько ближайших дней будут представители МЧС России и Сибирского регионального центра. Инспекторы обоих уровней уже прибыли в Хакасию. Наталья Громашова, Дмитрий Кузнецов, Вести Хакасия.